Праведник И шампанское наливать, затаив, отомстить, по свидетельству мы слышали, это мы женщины, и почему иногда я говорю, мы не можем продвигаться вперед, борись за свое призвание, борись за свое призвание, и не с внешними, а с внутренними твоими врагами, с внутренними, которые останавливают этот цепенящий страх, который останавливает тебя перед тем, чтобы тебе сделать новый шаг к твоей судьбе, к твоему выбору. Многие боятся делать выбор, но мы в ответе, вы знаете, блажен человек, который не осуждает себя за то, что избирает. У тебя есть выбор, и никогда не перебрасывай его на чьи-то плечи. Бери ответственность. Когда мы говорим о величии, вы знаете, великий человек, если мы избраны Богом женщины, дочери, вы знаете, избрание, оно приводит нас к ответственности. Если я избрана Богом, то мое положение влечет за собой не только привилегии. Да, мы избраны, вот нам все, все, все. Мы еще и в ответе за те великие привилегии, которые Бог дал нам. Амэн. И мы иногда просто пассивны. Ну, женщины, дорогие, вспомни в своей жизни, когда ты была активна, когда ты боролась. Ты говоришь, я сегодня устала. Бог может сегодня воскресить в тебе эту силу и новое дыхание. Амэн. Я не могу встать, взять реванш и сказать, нет, я не сдаюсь. Я не соглашаюсь с этим. Я иду дальше. Я вам скажу, я не соглашаюсь с тем, что сегодня я имею. Я это говорю даже больше для себя, наверное. Я не остановлюсь. Я знаю, как трудно идти к своему призванию. Это надо каждый раз преодолевать. Я помню, когда мне приходилось первый раз проповедовать. Я, знаете, я умирала тысячу смертями. Каких только мыслей у меня не рождалось, прежде чем выйти вот сюда. Я помню, как на одной из конференций у нас было служение, помните, может быть, и там на первом ряду тогда впервые сидел мой муж и слушал меня. И там Хатчерсон сидел, еще, еще. Боже, когда я увидела их всех, думала, господи. Я говорю, Алексей, может быть, вы там где-то посидите, пообщаетесь. Они так настроены были слушать и сидят. И я вот стояла вот там на первом ряду, и прежде выйти сюда. Я побеждала страх. Страх, он парализует все. У меня все смешалось, я чувствую, я ничего не знаю, что говорить. Вот что я сейчас выйду, стой, краснее рожа. Все, вышло. Я сказала, господи, я не пойду без тебя. У меня вообще вот все, у меня было такое состояние, вот исчезни, провались и аллилуйя. Но мы преодолеваем силу возлюбившего нас. Первое Иоанна 4, 18. Что там написано? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучения, боящийся несовершен в любви. Любовь делает человека смелым. И следующее место мы читаем, что ибо Бог дал нам не духа боязни, но силы любви и целомудрия. Аминь. У нас есть страх. Есть страх, как защитная реакция. Есть страх перед будущим. Есть страх перед неизвестностью. Мы нормальные люди. И нас страх будет сопровождать по жизни. И это не значит, что теперь я боялся, поэтому я ничего не делал. Бойся, не бойся. Я говорю, бойся, но действуй. Вы знаете, как мы побеждаем страх, когда мы идем против него. Я прочитала недавно такое интересное высказывание, как прийти к своему величию. Любой большой путь начинается с одного маленького шага. Вы знаете, для того, чтобы преодолеть и двигаться по пути, ты должен однажды, ты должна однажды встать и сделать первый шаг навстречу своей судьбе, навстречу своему призванию. Почему я говорю о призвании? Мы можем говорить много о разрушенном достоинстве. Мы можем много говорить о том, как мы разрушены внутри. Но я вам скажу, когда мы достигаем чего-то в жизни, только через действие наше достоинство начинает строиться. Амин. Только через действие. Мало по малу. Ты можешь тысячу раз молиться, Господь, Господь, освободи меня, восстанови мое достоинство. Бог говорит, я восстановлю. Только ты начинай действовать. Наступай на этот страх. А вдруг я сейчас выйду, а у меня не получится, а я опозорюсь, а я еще что-нибудь сделаю. Ну и позорься, что тебе? Ты уже не раз позорилась. Куда там? Ну еще один раз опозоришься. Ты думаешь, прям все заметят, весь мир будет кричать. О, смотрите, какой позор. Да успокойтесь. Вы знаете, почему Бог и сказал, для того, чтобы Авраам исполнил свою миссию и свое предназначение, и стал отцом множества народов, и чтобы мы еще, мы сегодня, как дети Авраама, имели благословение Авраамова. Бог ему что сказал? Одно. Ходи предо мной и будь непорочен. Если ты будешь ходить перед людьми, если ты будешь смотреть, как этот на меня смотрит, а как вот это посмотрела, а та, смотри, отворачивается, так я бы давно здесь не стояла. Дорогие, если бы я смотрела, как на меня смотрит зал, я бы здесь не стояла. Вы знаете, сколько ты переступаешь страхов, комплексов, всего. Ладно, когда ты в церкви уже, а когда ты дальше движешься, а я знаю, что Бог предназначил силу. То, что сегодня я делаю, это мелочи. Это только подготовка к чему-то большому. И в это большое, я понимаю, я в преддверии этого, и мне страшно. Но я преодолеваю. Аминь. Мы многие говорим, ну, ты знаешь, я не умею общаться с людьми, я не умею того. Учись. Иди навстречу. Все, что где, там, где тебе, где ты не можешь, где страх тебя сковывает, начинай делать первые шаги. И Господь тебя поддержит. Потому что страх перед людьми, это сети расставленные. В Псалме 29-25 стихе написано. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Надеющийся на Господа, написано, никогда не будет постыжен. Писание сегодня тебя вдохновляет и говорит, ты не будешь посрамлена, если ты начнешь действовать. Аминь. Не просто думать, ну, знаешь, это вот ей повезло, это она умеет. Да ничего, я тебе скажу, если бы ты узнала всю мою жизнь, ты бы сказала, неужели это возможно? Я человек, который пораженный был страхом во всех сферах своей жизни. Но благодаря тому, что я встретилась с Иисусом, и любовь Божья излилась, и Он дал нам не духа боязни, а силы и любви и целомудрия, здравого смысла, я стала взвешивать. Что это движет мною, что почему я это не могу, почему я то не могу, почему вот это я не могу. И вы знаете, мы идем к своему призванию. Я уверена, что здесь есть женщины, которым Бог уже говорил что-то, Он тебе не раз говорил, начинай вот это делать, начинай то делать. Но ты преступно почему-то сидишь. И ты говоришь, ну, я не могу, ну, я не могу, ну, мне страшно. Ну, ты знаешь, меня так это мучает. А вот что люди обо мне скажут? Ходи предо мной, Бог говорит. Люди, они будут сегодня говорить тебе, асанна. Завтра они скажут, распни. Иисус это прошел. Люди, они меняют свои мысли. Иногда ты думаешь, ай, у меня ж такое в жизни, мы настолько зависимы от мнения людей. А что люди скажут? И помните, что это происходит? И сразу, позор, позор, что люди скажут? Когда я это слышала, у меня поднялся бунт внутри, протест. И я сказала, пусть что угодно говорят. У каждого своих проблем хватает. Это нам кажется же, а у нас будет так долго говорить. Максимум три дня. Я вам гарантирую, максимум три дня. Все. Так что расслабься. Никто уже про тебя ничего не говорит. Он уже увлечен своей проблемой. Аминь. Поэтому нам нужно освободиться от этого страха перед людьми. Страх болезни. Вы знаете, страх, что он делает? Он привлекает вот этот негатив. Иов говорит, я боялся, и это постигло меня. Где-то подсознательно у него был страх. Вот этот негативизм. О, сегодня хорошо. И ты думаешь, что-то не к добру. Кто-то переживал такое, да? Когда прямо все хорошо, и ты думаешь, что-то слишком хорошо. И мы уже ожидаем чего-то плохого. Оно должно прийти в нашу жизнь. Мы так устроены. И представьте, при всем, что Иов был праведником, и он был самый крутой в глазах Бога. Он был единственным на земле, которым Бог гордился. Он вставал утром, приносил жертву. Он общение имел с Богом. Но где-то у него был этот страх, который пришел, который спровоцировал самого дьявола прийти и задать глупый вопрос Богу. Есть ли у тебя праведники? А он говорит, да, вот Иов. А он говорит, да, он крутой, потому что он богатый. Потому что у него все есть. А он говорит, докажу, что он крутой и без того, когда у него ничего не будет. Амин. Наш негатив иногда заставляет дьявола идти с Богом спорить. И поэтому иногда и бури приходят в нашу жизнь. И мы не понимаем, что это такое. Мы привлекаем на себя это. Страх. Он привлекает на себя. Человек, если боится собак, то собаки на него прыгают. Знаете это, да? Это реально. Я когда собак ужасно боялась, то каждая собака была моя. Я их за километры обходила. Меня мама посылала в магазин, и там нужно было 10 минут идти. Там стояла собака. И я шла полчаса обходными дорогами. Я реально боялась. Сегодня я не боюсь собак, и они меня не боятся. Страх в любой сфере твоей жизни, он остановит тебя. Он остановит твое призвание. Я уже говорила и повторяю. Каждый раз, когда ты делаешь новые шаги, ты будешь преодолевать страх. Но есть такой, знаете, панический страх, демонический страх, который связывает человека. И вот однажды, может быть, кому-то и нужно это глубокое прикосновение Бога, чтобы однажды вот именно вот этот корень разрушить, вырвать этот корень с тебя, чтобы ты начал двигаться к своему призванию. Я помню, как я уже служила, и, конечно, меня в церкви все любят, и все, и верят в меня. Ну как такая пастор. И когда, помню, началась, я поделюсь, я никогда не делилась. И когда, может быть, уже и говорила. И когда у нас был, может быть, помните, в доме конгрессов такой для женщин, да? И там все такие, это было не христианские, там сидели все такие женщины знатные, та за то отвечает, та за то, все, у того есть статистика, у то и то, у другое. Я против них вообще никто. Я человек из церкви, борясь со своими страхами, поднявшись хоть как-то немножко. И там наши люди были еще, по-моему, Ингуна тогда, и она там тоже находилась такая, наш пастор может выступить, наш пастор, священник. Я думаю, господи, господи, Ингуна, Ингуна, что ж ты делаешь? Пастор-то может выступить в церкви, а вот там, там другой уровень. Если бы вы знали, что я переживала. Ну, конечно, я улыбалась, говорила, да-да, я, конечно, я приду, я скажу чего-нибудь. И они верили. Они верили в меня больше, чем я сама в себе. Я не видела в себе этого потенциала. Я помню, как я умирала. Могла бы отказаться, но я поставила всегда перед собой цель. Всякая новая возможность – это мой новый уровень. Амин. Преодолевая какой-то страх в своей жизни, ты выходишь на новый уровень. Уважение, авторитет, влияние. Пусть это будет твоя семья, пусть это будет твое родство, пусть это будет твоя работа, или ты будешь в политике, где угодно. Или в служении, в духовном мире, где угодно. Преодолевая, преодолевая. Бойся, но действуй. Страх не должен тебя остановить. И у меня был такой парализующий страх, что я могла бы сказать, да не, не, ну что там, и отказаться. Но я согласилась. И когда я пришла, внешне я улыбалась, я выглядела хорошо. Полный дом конгрессов, сидят мужики, непостора уже, такие покруче, политики умные, такие, я их вообще знать не знаю. Я чувствовала себя вообще никем. И когда представили меня как священника, я вышла. Я сейчас уже не помню, это была небольшая, короткая речь, но Бог меня благословил тогда. Я не могла выйти и сказать, аллилуйя, это здесь-то легко. Вы-то все любите меня, все знаете меня. Можно и аллилуйя, когда нечего сказать, можно сказать аллилуйя. А там ты не скажешь аллилуйя, тебе нам надо было по-другому говорить. И вы знаете, и когда я переступила весь этот страх, и Господь был со мною. Господь с кем? Не с трусливым. Он кого? Мужественного, он поддерживает. Когда ты преодолеваешь и идешь к своей судьбе, он будет поддерживать тебя. И он тебя не опозорит. И вы знаете, когда все закончилось, все так хорошо было. Я приехала домой, и самый был для меня комплимент, помню, когда Айнар Шлессер звонит Алексею и говорит, слушай, ну вот красивую жену иметь, это одно дело. А вот такого лидера, это я тебе скажу круто. Аллилуйя. Думаю, бедный, знал бы ты этого крутого лидера. Как он как трус умирает, но мы становимся сильными, когда преодолеваем, когда преодолеваем, когда преодолеваем. Когда ты знаешь, может быть, в тебе есть призвание, ты говоришь, а кто-то пришел. Я сколько читала историю людей, которые достигли так многого, известнейших актеров, которые пришли. Одна актриса, она говорит, когда я пришла, мне посмотрели и сказали, забудь, ты полная бездарность. Ну, ее не остановило это. И ей не сказали эти люди на улице, это сказали люди в комиссии, которые оценивали. И она не остановилась. Она сказала, а мне все равно, а я пойду. И вы знаете, тот, кто побеждает страх, он входит в свое призвание. Пусть это будет твоя профессия, пусть это будет твой выбор, пусть это будет твое духовное служение. Что бы это ни было в твоей жизни, мы должны побеждать. И я повторяю, страх у тебя будет, но не позволяй страху останавливать тебя. Почему? Потому что страх приводит нас к чему? Страх, это я уже говорила и повторю еще раз. Страх приводит нас в эту зацикленность, замкнутый круг. Страх порождает что? Бездействие. Бездействие приводит тебя к нехватке опыта. Нехватка опыта приводит тебя к неспособности. Амин. Тебе не нужно быть похожей на кого-то. Я вот размышляла, посмотрите, Бог настолько многообразен. Мы-то привыкли как? Ну вот тот делает, да, я, значит, должна это делать. Ты позволь, начни двигаться, чувствуешь, какой тебе потенциал. И откройся, твой уникальный дар. Я помню, когда я начала только проповедовать, я думала, ну как мне проповедовать? Образца женщин-проповедников тогда практически раз-два и обчелся не было. Я знала только Катрин Кульман, но я не Катрин Кульман. И у меня не было этого призвания, то, которое было у нее. И так как она артистично себя вела, это такая просто леди. Я не могла, это было бы смешно, я вышла. О, там, знаете, вы посмотрели, смеялись уже надо мной, правильно? Вот, и я думала, как мне обрести, как мужчины проповедовать? Я видела мужчин, только проповедовали. Я не мужчина, я не могу так проповедовать. И вы знаете, мне нужно было позволить Богу отбросить все человеческие стандарты и открыть себе свой уникальный дар. И я вам скажу, что как я проповедую, никто так не проповедует. Это не мание величия, аминь. Просто я индивидуальность. Как ты что-то делаешь, проповедуешь или слушаешь, никто так не делает. Потому что у тебя уникальный дар. А мы пытаемся быть похожими. Нам нужно вот так же делать, нам нужно так же делать. Позволь Богу, сама двигайся к своей судьбе, раскрой дары, сокрытые внутри тебя. У тебя придет опыт. Ты знаешь, вы знаете, в чем суть? Что мы перед Богом будем отвечать. За то, что мы спасены, что наши имена записаны в книгу жизни. И когда Бог спас, Он говорит, я избрал вас, поставил, чтобы вы шли и приносили плод. И что? Этот плод должен быть. И мы с плодами придем к Богу. И у нас не будет оправдания. Почему сегодня я говорю, мы можем что-то делать. И мы должны что-то делать. Не будет оправдания. Я знаю, что у меня то было или еще. А у меня вот страх связывало, у меня еще что-то связывало. Бог говорит, нет, нет, нет. Он раздал дары человеку. И смотрите, смотрите, что написано в Писании Луки 19-20. К чему может привести предательский страх. Пришел третий господин. Но это история о том, что господин уходя раздал дары. И там было 10 человек. И каждому дал по одной мине, чтобы они пустили в оборот. И вот возвращается этот хозяин дома. Приходит один. Говорит, вот хозяин, 5 мин. Ой, одну ты мне дал, мину. Вот тебе 10. То есть он пустил серебро в оборот. Пришел второй. Говорит, вот тебе с твоей одной мины 5. Тут молодец, верный раб. Приходит третий и сказал. Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Знаете, сегодня мы заворачиваем свои дары. И мы виним кого-то. Нам, вот знаешь, как плохому танцору всегда что-то мешает. Амин. И мы таки виним. Ну, знаешь, вот если бы этого человека не было бы, вот все, у меня бы прямо и призвание мое открылось бы. Это ложь. Это ложь. И мы должны освободиться однажды, честно посмотреть в глаза себе. Вы знаете, нет ничего худшего, когда мы обманываем сами себя. Вот вред больше ты не сможешь нанести своей душе, когда ты занимаешься самообманом. И он говорит, смотрите, что он сказал. Как будто даже честный человек. Господин, вот твоя мина, которую хранил, еще хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал и жнешь, чего не сеял. Господин сказал, твоими устами буду судить тебя. Лукавый раб. Пап, если ты знал, то почему ты не убоялся? Если ты знал, что за это будет наказано, он тебе дал пустить в оборот. То есть мы в ответе. Ну что остановило этого человека? Боясь. Он на самом деле боялся. И он оказался без успеха. Он оказался без плода. И знаете, в Откровении, там так интересно, серьезно так Писание говорит. Смотрите. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. И он будет мне дочерью. Побеждающий. Кто такой побеждающий? Это человек, который каждый день преодолевает свои внутренние страхи. и пускает дары, которые в нем заложены, в оборот. Я ничего не могу. Можешь ты делать. Очень много. Дорогие, нас сегодня здесь так много. Вот если бы мы загорелись и поднялись, мы бы этот город перевернули. Амин. Ну мы по какой-то причине бездействуем. По какой-то причине. Уже привычно, религиозно. Ну пришли, посидели. Вчера еще как-то горели наше сердце. А сейчас уже, да как есть все. Но однажды мы будем отвечать. И смотрите, написано дальше. Боязливых же и неверных участь в озере горящим огнем и серой. Я не хочу запугать. Но я просто вижу, почему я иногда понимаю, что во мне есть какой-то страх. Я думаю, да ладно. Остановимся на то, что есть. И буду вот так служить. А Бог говорит, иди дальше. Я призвал тебя к большему. Иди дальше. Развивайся. Мало ли не признание, я повторяю. Мало ли какие у тебя вещи были. Побеждай всякий страх в себе. Петр, любя Иисуса, он отрекся от него. Из-за чего? Из-за страха. Вот этот страх внутри поднялся. И он в ужасе был. Страх перед смертью. Он сказал, никогда его не знал. Мы даже не представляем, к чему может привести нас страх. Хождение перед людьми, к компромиссам, ко лжи, к разным неправильным вещам. Но Бог говорит, время сегодня, Он дал нам духа небоязни. Небоязни. Я повторяю, кто-то сегодня боится строить свою личную жизнь. И знаешь почему? Потому что однажды ты обожглась. Однажды ты пережила предательство. И ты говоришь, я хочу, хочу восстановить, хочу выйти замуж, хочу счастья, хочу того. Но если вглубь посмотреть, страх у тебя. У многих просто не могут выйти замуж, потому что у них есть страх перед интимными отношениями. Парализующий страх. Они никогда не говорят об этом никому. Но это сдерживает их. Страх, он будет сдерживать тебя и в духовном, и в твоем, в твоей жизни, в твоем обыкновенном женском счастье. Почему иногда мы не можем просить? Попросить у мужа что-то, попросить у кого-то. Есть люди, вы встречали таких людей, которые не умеют просить? Скажут, да я сам не умею просить, да? Встречали таких людей? Они приходят, они не просят. Они вот так вот что-то говорят, мычат. А знаете почему? Это у них страх. Страх перед тем, что им откажут. И этот отказ, он приносит им боль внутри. И поэтому они стараются лучше не просить, лучше не просить, лучше не просить. А Писание говорит, просите, и дано будет вам, стучите, и отворят вам. Амин. Если мы даже у людей не можем просить, мы и у Бога так же не умеем просить. Расма, когда поклонялась, она сказала такую фразу, говорит, Бог, спасибо тебе, что у тебя всегда есть время на нас. То есть ты не так занят сильно. На самом деле, Бог не занят сильно. Богу больше и делать-то нечего, как заниматься нами, дорогие. Он для того и Сына Своего послал на эту землю, чтобы нас перевести в отчий дом, чтобы нас вернуть к нашему небесному Отцу. Поэтому Он занят именно тобой, чтобы твоя судьба расцвела, чтобы исцеление пришло, чтобы закончилось твое невежество, чтобы ты вышла из всякого плена и в конце концов однажды выпрямила плечи и почувствовала себя достойной женщиной. Даже если рядом с тобой недостойный мужчина, Навал был недостоин, но Авигея была достойная женщина, смелая, дерзновенная. Когда тот отказал, она не боялась. Она знала, что процветание ее дома в ее руках, а не в Навал их. Навал потом исчез, его вообще не стало, Бог убрал его. Она была достойной женщиной, умной женщиной. А такие женщины, они всегда будут востребованы. Ты говоришь, меня никто не признает. Почему ты решила, что тебя должны все признавать? Ну почему? Кто тебе такое внушил? А знаешь, откуда это у тебя идет? Это с детства. Отверженность. Она говорит. Она принесла тебе эту информацию. И поэтому ты стараешься. Все должны меня уважать, чего-то достигать. Время невежества заканчивается. Женщины, мы должны взять реванш в своей жизни и быть самодостаточными и сильными. Потому что мужчинам, я повторяю, нужны сильные, самодостаточные женщины. Мы разобьем сегодня этот порочный круг этого страха, который привел тебя в бездействии. Потом нехватка опыта. Естественно. Вы знаете, сколько верующих сегодня? Почему сегодня христианство такое слабое? Вы задавали хоть раз себе вопрос? Потому что христианство это самая великая сила. И знаете, почему слабое христианство? Потому что оно теоретическое. Мы хорошие теоретики, но нам нужно стать хорошими практиками. Нам нужно сегодня согласиться и сказать, я не могу это приобрести, но я сделаю этот шаг. Шаг там, в ту область, где я ужасно, панически боялась. Я это сделаю. Бойся, но действуй. 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 Потому что тот, кто действует, тот будет видеть успех. Амин. Это, знаете, то же самое сравнить. Хирург. Вот закончил человек медицинский институт. Он хирург. Но он становится настоящим хирургом. Когда? Когда он сделает сотню операций. Да, он наломает дров. Но что ты сделаешь? Жизнь как жизнь. Да, может быть, будет неудачная операция. Но это не останавливает нормального хирурга. Он идет дальше. И потом он становится чудотворцем. Чудотворцем. Это люди, которые победили всякий страх. А если бы он отучился, все он знает, как делать, только пришел и говорит, ой, я боюсь. Ой, я боюсь. А вдруг у меня не получится. Ну и что? Ну и что? Как Катрин Кульман, я уже говорила, когда ей на служение, она начала служение исцелением, и ей на служение привезли человека. Не знаю, кто это был, мужчина или женщина. Он был при смерти. И они привезли, чтобы она помолилась, чтобы он исцелился. И пока она служила, этот человек умер на ее служении. И ты бы сказал, ну все. Ну что бы ты сейчас сказал о себе? Ну ясно. Значит, я не призвана. Все. Как это такое? Вот как Бог может допустить? Я служитель исцеления, и на моем служении умирает человек. Как круто. Какая реклама. Ну ее это не остановило. Ну пришел конец этому человеку. Ну что значит? И что ж, теперь мое призвание должно остановиться ради того, что умер этот человек. А зато после тысячу были восстановлены. Амэн. И я вам скажу, люди, которые чего-то приносят в этот мир, это люди, которые однажды согласились победить страх. Которые согласились однажды разрубить это замкнутое кольцо, вот это зацикленности, страха, бездействия, отсутствия опыта и всего, и неспособности. Они сказали, нет, это проклятие заканчивается в моей жизни. Я нормальная, я самодостаточная, начинай воевать внутри себя. Не приди сегодня и начни мужу кричать, знаешь, я нормальная, самодостаточная, такая-сякая. У тебя будут проблемы сто процентов. Не надо. Они так это не любят. Они так не любят, чтобы мы показывали, что мы умные. Они не любят это. Поэтому не показывай никогда. Сложно, знаете, когда умные, сложно не показывать. Я понимаю, когда еще логика отсутствует, да, и с мужем что-то происходит, а они же мужчины, как упрутся, так даже и нелогичные, скажут, нет, это мужская логика. Но это их и есть логика. Поэтому с ними воевать нам. Нам нужно внутри себя обрести вот эту целостность. Я помню, как Бог стал меня поднимать и переводить. Даже просто, я почему говорю, что достигая чего-то в физическом мире, ты пошла, тебе кто-то говорил, что ты не способна учиться, ты пошла учиться, ты чувствуешь, у тебя получается, у тебя получается, от этого растет твоя самооценка. Я была настолько разрушенным человеком и трусливым. Я помню, когда, но в чем суть? Бойся, но действуй. Пусть этот вот лозунг останется в твоем разуме. Когда страх приходит, первое, у тебя боязнь, второе, пусть слово звучит внутри. Действуй, действуй, действуй. И вы знаете, это было много лет, мы только были на ДСР, когда еще мало кто, женщины, ездили за рулем. И мы помню, пошли там, первые учились. И с нашей церкви было много там и несколько женщин и парней. Это было недалеко от церкви. А у меня молитвы с людьми. И я ни на одно занятие не ходила. Ну, договорилась все так. И вот мы, ну, учить, я учила. И перед тем, как идти, я почему говорю, как восстанавливать свое, твое достоинство, когда ты вдруг понимаешь, получилось. А в то время женщины, если кто, права покупали только. И вы знаете, я сказала, нет, я должна почувствовать, что я могу чего-то достигать. И я учила, 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 учила. Молилась за людей. В свободное время, как уходили перерыв, я доставала правила и учила. И опять. У меня это, три месяца, у меня это правила были как Библия. Перед сном я тоже считала ее. И когда пришел момент экзамена, я говорю, а самооценки, как она, мы побеждаем страх. Пришел момент, и я перед тем, как идти на экзамен, зашла в туалет, закрылась и молюсь, Господи, ну не посрами меня перед моими овечками всеми, ну как в церкви столько людей там учатся, а я пастор, я должен примером быть для них. Не посрами. И прихожу. Пришла на экзамен, сели, мы там договорились со Светой, помню, ну если что, подсказывать, как там, жестами там, то и все. Ну и сидим. А этот преподаватель, ну так как видит, что я же молилась, не посрами меня, я же пастор, он говорит, недостойно вам сидеть там, вы же ни на одном уроке не были, садитесь за мой стол. И знаете, вся группа смотрит, и я такая, о боже. Ну я-то училась. Страх страхом, но я действовала, я делала. Я не просто сидела, о господи, пусть это знание правила опустится в мою голову. И такого не бывает. Всего нужно достигать. И преодолевать. Я помню, села за этот, ну думаю, ладно, надо вид такой делать, я же все-таки не просто член церкви. И все смотрят на меня, ничего себе. И я села, парень, а я вторая. Все написала, сдала, он взял. Достойно. А он знал, что я пастор, потому что я отпрашивалась у него с уроков. Амин. Вы знаете, после этого, потом я поехала в ГИБТД, где там сдают, вот, и пришла не со своей группой, мне было уже все равно. Думаю, сдать мне только, хотя бы, и все. Вот. А вождение, попозже сдам. Я пришла, правила сдала, выхожу, а они автоматически говорят, если вы сдали правила, значит, наваждение. Ну, у меня здесь страха не было, потому что я не рассчитывала сдать. Поэтому я, я, кто первый, все еще боятся, боятся, а я говорю, давайте я первая, не буду, что я буду, зима, время тратить там. Я села и еду. Проехала, он говорит, останавливайтесь. А я помню, что говорили, что они, знаете, тебя подставляют, и как бы, ну типа, я не увидела знака, я такая притормаживаю и еду опять. Он мне, останавливайтесь. Я опять притормозила и опять еду. Он как заорет на меня, вы можете остановиться? Я такая, хоп, остановилась. Сдали. Аллилуйя. Амэн. И вы знаете, после этого, я вам скажу, моя самооценка реально поднялась. Я к чему рассказываю, что это практические вещи в нашей жизни. Ты можешь хоть лоб расшибить, молиться. Вчера, когда Анселм говорил, он хорошие вещи говорил, но вы знаете, это одна из частей, которая провозглашает, но вот это, чтобы пришло, это каждый день твоей работы. Амэн. Это когда каждый день хотя бы 5-10 минут, я не говорю часами, 5-10 минут, начинай думать о себе, как о великой женщине. Амэн. Начинай мечтать, я так говорю, вечером, когда ложишься, мечтай, утром, когда встаешь, действуй. Мечтай, действуй, мечтай, действуй. Я гарантирую тебе, ты будешь иметь новые вещи в своей жизни. Амэн. Халлелюя. Амэн. 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 Амэн.